У них статистика нулевая друг против друга. Я вовремя пришел. Класс. Прям совсем нулевом в Диаболу Ньючкун с хорошими новыми навыками. Реально быстро сводится пройти далеко. Много сторонников. Много. Много. Козловский гайд надо почитать. Таблички покурить по чарам. Механики, причем некоторые из них недокументированные. То есть, вот сегодня был созван создателем мода, Мордером. И выяснилось, что там меняется автохит. Автохит. Как бы армор ту хит. Много-много. Диабло это про изучение, про таблички, про планирование. Причем ты только после прохождения на практике будешь проверять гипотезы, разбираться. Короче, такой процесс долгий, но интересный. Всем, кто в записи смотрит, здрасте. Мун против Леона. Финал... Финалы 15-го сезона Ладдера варкрафтерского, неофициального. Ну, единственного нормального. Леон вчера комментировал, сегодня он вон внизу сидит и играет со статичным Муном. Играют до трех побед. Погнали. Разведка от Муна идет. Криппинг. Алтарь под криппинг желтой точки сначала. Посмотрим, что будет дальше. И не через киппера играет, видите, Мун. То есть, скорее всего, будет... Но готов к тому, что базу будет ставить противник, потому что, видите, висп идет еще в левый верхний угол. На мини-мапе видно. Кольцо плюс 4. Неправильный элементаль. Ловит сетку сразу и впитывает урон. Все остальное, кроме элементали. Порчатки скорости. О, и не идет ставить базу, смотрите. Сейчас пойдут Берн и под хвост. Можно даже виспом... А, нет, это битый висп. Он долго не сможет подблочить Архмага. И пошел в такую агрессию, ли он делает Т2. Да, это рифлопуш будет какой-то. У Хуменов, на самом деле, с одной базы против эльфа вариантов-то немного. Еще Берн... А, ооо, красиво. Ноль Моноберн. Ноль. В это время ополченцы добивают второй Архмагу на дистанции. Было бы неплохо тиснуть артефакт, который с зеленой точки собрали. Он через магазин взять, например, персоналку или серклетку и добежать еще до зеленой точки. И могли артефакты... Да, видите, персоналка, серклетка куплена, и побежал за артефактом. Молодец. Не, чего, Мунах не похвалить, это... Есть за что хвалить его всегда. Как правило. Пока он не начинает вытворять что-то невообразимое. Магическая вышка на Мэне. Эмаляции нет. Вис пытается там подблочить кого-то. О, Арчи приходит, добивает одного рабочего битого, второй тоже под ударом. Минус второй, второй уровень уже. Третий рабочий минус. Угу, эвэйж. Ну, сейчас магическая вышка достроится. И телепорт. О, еще минус рабочий. Это такой удар по экономике. О, 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 о. Магическая вышка готова. Димка отсюда. Сразу на персоналке должен улетать после того, как этого рабочего... О, еще справа рабочего убивает. О, 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 о. И вот этого добить может. Арчи должны помогать слева. Капец. Пять рабочих. Пять, 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 пять. Пять рабочих во время Т2. Минус фут. Сейчас телепорт... О, еще Архмага пытается. О, Архмаг немножко подзастревает. О, зачем-то бил Блэксмит. Придется на телепорте уходить. Рабочего спасут дальнего. И Арча выживает. В результате у Леона 130 дерева. Этого реально не хватает. Только на одного героя ты можешь там приобрести, и все. Арканки не построят. Надо восстанавливать рабочих. Димка прокрепился неплохо. Можно даже снова... Да, можно снова идти подпушивать. Девять леса у Леона после заказа второго героя. И Леон при этом еще агрессивно играет. У него 7 футменов. 8. 7. 7 футменов. Дима возвращается на базу. У него есть персоналка. Он может забежать и снова рабочих побить. Ему пофиг. На магическую вышку на самом деле. То есть он может на холду здесь встать. А, не, вон, пожалуйста. Оп, прорвался. Ему надо было эмаляцию убрать. С лесом просто проблема. Сейчас он встанет еще в линию рабочих, будет атаковать. А нага будет пытаться отбиваться. Посмотрите. Давай, давай, на холду. А, не, не на холду. Там ополченцы. Минус лорницы. Грэйт на Т3. И персональный телепорт пошел от Димки. Димка возвращается домой. Нага с рчами тоже подходит. Опасный момент для Муна. Ему нужно как-то пережить, потому что у него с экономикой как раз все отлично. А вот как отбиваться от этих футменов? А, у них дефенда нет. Диспл хороший на двух элементарей, на двух героев. Еще один диспл. Минус элементарь. Минус второй. Там Димка скоро третий будет. Арчи быстро с Нагой убивают футмена. Вторая Нага. Сейчас Форкет пойдет. Бах. Форкет по 110. Нага под Моноберном. Сейчас с разворота. Форкет, 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 Форкет. Где Форкет? Нага с полной маны и Форкет не сделал ни разу. Нагу свою добивает, но это вынужденная тема. Вражескую Нагу не может перехватить футменами. Никто не блокирует. Нага спокойно возвращается. Трио Фетонити делается. Полпачки... Полдюжины Арчей. Живые. Еще седьмая пришла. Все. Спокойно Мун отбился. А там экономика-то нехорошая. Там те же самые проблемы. С лесом там 37-46. Первая Арканка только делается сейчас. Да, Мун. Молодец. Там еще Сапплайблок. Ферму приходится двумя рабочими делать. Арчей столько, что... Ну, правильно Резер Мун говорит, что там можно Марксмэншип сделать. У него проблем с лесом никаких нет. А количество Арчей такое, что... Даже грех не сделать. Плюс 4 уже получается урона. Раньше тройка была, сейчас четверка. Можно даже с одной лорницей отыграть. То есть масса Арчи и медленные медведи, но зато с Марксмэншип грейдом. Т3 готов. Тантерс Холл есть, но Марксмэншип не заказывает. Мун, вспоминай, вспоминай. Хороший грейд. 75-75. Вообще халява, считай. Не, не делает. Есть, делает. Марксмэншип пошел. И против такого количества Арчей, особенно грейджиных, будет рифлопушить крайне сложным. Берн надо было пытаться делать. Он хотел форкет. Видели, анимация у Наги была? Поэтому пытался добить Огры этого. Из-за этого Манаверна надо добивать. Странно. Дефенд появился. Футмэна спасает. Хорошо. Надо отступать постепенно. Арба есть, медведя ждем. Где Грэд на медведя, кстати? Лорница? А, он сразу в МГ идет. Окей, ладно. Все пошел криппинг. С таким количеством Арчей можно очень быстро крепиться. Главное, сильно не увлекаться, не пропустить этот пуш, поэтому он Димы присматривает за врагом, а Нага и аккуратненько там с Арчами стоял рядом с Бараком. То есть, если противник бы там замешкался немножко, он мог бы еще Голема забрать. Может, тогда Патму еще заказать? Пошел первый МГ в строительстве. Муну придется сейчас терпеть. Грейт на Мунвейла и тоже запоздалый. И ополченцы побежали. Надо выживать до первого МГ. И, возможно, виспов выводить не только для починки, но и для Диспола. Неплохой форкет, но он первого уровня всего лишь. Минус первый фут. Мунвейл держится, новые виспы подходят. Минус вышка. Арчи просто уничтожают. И столько Мунвейл жил. И это нет места для второго Мунвейла. Классно. Да, но Диэйдж уничтожил Мэнэл. Посмотрите, как хорошо Мунвейл вытанковал за всех. Все, и выходит первый МГ. И чем ты будешь МГ убивать сейчас? Все. Дима с арбой нарезает. МГ ни одного таунда, правда, не сделал. Арчи издалека с меткостью стреляют прекрасно в футмены. Ну и никто урона этому МГ не может нанести нормального. То есть он стоит впереди, таунтит на себя, юниты Хумана умирают. Мун в это время перестраивает, достраивает два Мунвейла, чтобы можно было лечиться, потому что у него медведя нет. И, соответственно, непонятно, чем вообще... О, таунт и назад. Красиво. Я посмотрел автокет по дефолту персис 19, куда один враг подошел 23. Мордор Голл 50%. Это очень странно. А, один враг подошел. Что за таунт был такой, никого рядом не было, он прожил. Наверху пытаются на халяву Леон поставить... Сама идея попытаться такое количество арчей застроить, она очень сомнительная, конечно. Барак рядышком. Нага со второй стрелкой, а не со вторым форкетом. Это странно. Минус все вышки, строящиеся. МГ обитый. Есть тав. Столько урона вытанковывает благодаря пассивке. Надо постепенно, видимо, в медведей выходить. Чисто ради Риджуа, не ради первой линии, а ради Риджуа. Вторая арба появилась у Наги. И зачем ты качаешь, Мун? Вот скажи мне, пожалуйста, слышишь? Если слышишь, Мун, зачем ты качаешь вторую стрелку и при этом покупаешь Наги арбу? Ну, понятно, почему ты покупаешь арбу, потому что, как бы, стрелка далеко не такая ДПСная, как эта. Но форкет, почему не форкет? Может, есть какая-то скрытая игровая механика, которую мы не знаем, а Мун знает. Но, скорее всего, нет. Скорее всего, он опять сыграл в Муна. Красная точка сейчас заберет Мун. Ну, здесь колоссальное преимущество Муна. Он сделал мега-качественный лимит 50. Сейчас можно сосредоточиться, как он правильно делает на грейдах. Делает апгрейд на магическую сопротивляемость и арчам подтягивает урон. Еще сюда, конечно, хорошо третий герой с арбой зайдет. То есть та же самая Патма с аурой, дающая 10% ко всем стрелкам, плюс она может носить арбу. А, и попадает аура Деки еще. Наверное, самая лучшая для Муна, потому что позволяет регенерировать. Арчам у них не так много запаса здоровья, а там фиксированная регенерация типа 0.75. И при этом мобильность еще возрастает. Ну, а тут вампиризм. Непонятно для кого. Убежал дракона добить, что там выпало. Рубов Мэджай. Крюша Синты. Все сейчас телепортироваться от фонтана, подрегенит немножечко. Книжку не прочитал в очередной раз. О, Близзард! О, что-то я не обратил внимания, что маг переучился на второй Близзард. Пошла за левочком. Светок лечения. Пошли таунты. И козел пошел. Козел для того, чтобы как раз Близзард прикапывать, плюс козел так же, как Патма, может рейнджовую арбу. Арчи, давайте, просыпайтесь, давайте, включайтесь в сражении. Все, у мага нет уже маны для Близзарда. Все трупы, которые валяются, это трупы Альянса. 44 на 68. Это последняя атака ГВП, пишет Леон Левая. Ну, самая большая проблема Леона была, конечно, когда он там полдюжины рабочих потерял. Пять, кажется, он рабочих потерял. И футмена одного. Во время грейда на Т2. Опять Кевин смотрит. Кевин. 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 У него замучен микрофон. Мюнтед. Ха-ха! Он сказал, что я пытаюсь просто заменить качественное ремо. У него тоже была часто проблема с тем, что он мутится и не успевает. Я не потратил мана-поинты на Димонхантера. Так, смотря в форме. Ну, играть в риф-лапуш против человека, который умеет отбиваться. Он был бы лучше, конечно, он был бы опаснее, но он всегда отбивался запасом. Что там, твистед медалзу будет в следующей карте или что? Да, твистед. Да, твистед. Уж это, так что тот. Да. Я тоже хочу сказать, если Мюнтеджер будет на Шреддер, So, likely, Leon is going to open with a Goblin Slab here. Then he's going to creep the X-Po. And if Moon is able to steal Leon's Shredder and also get some damage done for the Peasant Harass or Peasant Creep at the X-Po, he might win the game right there. If Leon is going to be able to get the Shredder, make her correctly, would not sleep on the early, I think he has a shot here. Because human timing push that Sock proven to work or maybe two Rex footmen could be also very solid strategies here. All right, we have a little break, as Moon is asking for a couple of minutes. So maybe, Kevin, you take the time as we advertise the Night Elf community already. Why don't you talk a bit about the Creepjack community? Yeah, the Creepjack community is a very active German community, basically. But a lot of international players are joining us as well on Discord. We have our own league, many nice formats on Twitch. I guess they are fairly well-known by now, since some of them join you in many casts as well, Neal. So that's really kind of you to give all these community platforms a nice platform. And we are always happy to have new players, not quite to the extent that the GNL Discord does. But if you want to get some help or just look for some AT partners, some insights, want to post a replay in our community as well, feel free to join. And I'm sure someone in chat has the join link for our German Discord as well. I think it's creepcamp.de, and then it's somewhere. Accessibility is really not... I just built a web scraper and scraped all the links from this site, and then we have Blizzard usability for our Discord management. Now, someone will find, but yeah, if you look for Creepcamp, you will find it. Our most famous member is obviously the legendary Florentine. I don't know. Didn't you surpass him in popularity recently? I don't know. He stopped inviting me to Creepjack after I said, well, this fight was not ideal. Yeah, he's not dealing well with criticism. There's a clear relationship. It's causal. You have an open invitation, my man, that is for sure. And I want to hear you guys' pro expertise about Human vs. Nightlove on Twisted. So, Kevin and Reza, the stage is yours. Thank you, Neo. Well, I'll begin by saying that, like, I really wish we see Warden from Moon here. I know it's not that good playable after the HP Peasant buff. The orb requires like two ticks to deal the amount of damage needed, and then to kill them for the Peasant lane played gameplay. But I truly think that, like, it could be as good as just that it could work here. What do you think, Kevin? If Nick Leona's make two mistakes, it'll be a moon. Mm-hmm. But it doesn't seem to be worth the risk, but maybe... It's a moon from aggressive creeping, from the lager naemers. A rispy here, yeah, it'll definitely help. I don't remember, if I'm sure we had a really long game. I hope he's got a really long game. I hope he's got a really long game, I hope he's got a really long game. Yeah, he's got a friend with something. So, he's got something to do with 7000, so he's got a long one. So, when he was on GG, he was probably 12, I think he's got a long one. There's a demon hunter, but always guys, yeah, of course, yeah. But he's got a long one, 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 and the altar positioning seems to be very standard, so it's going to be likely the Goblin Slap play, while Moon is pulling the creeps for the Merc. And I hope it really makes a huge difference when you equip the Merc, the Merc, the Senidate, because then there will be a stone's front, we'll see how this creeps will go. We'll see how this creeps will go, and you can take less damage, and you can take less damage, and you can get less damage, and you can get less damage. If you want to be a quest with a right away, so the item will be really important here. And yeah, let's see. If Leon can maybe steal the Shadow Priest, but it doesn't look like he's scouting the ArcCamp, he's more interested in the main base. Да, он видел все, он проскаутил нормально. From Leon, though, he's going for the expansion creep first. Moon, of course, is getting the items, and looks like... And Leon is stole the Priest. Ooh, this is getting better. Yeah, this is definitely not perfect. Yeah. I think, as soon as Moon will see the ArcMaga with beaten footman, this is not how he will do it. It's supposed to be after creeps. After creeps, it's possible to change the strategy. It's possible to change the expansion, so he was busy harassing him, but he lost his health. And yeah. Luckily, we can say that he got the Shadow Priest, I guess. Because otherwise... And otherwise... And otherwise... Moon on TM любит играть и уверен в поздней стадии игры своей. Now... And now... He's chasing the price, the drop, the right creeping. He's also building a tier-1 contract. He's also building a tier-1 contract. And... He's also building a tier-1 contract. He's also building a Berserker. So... He's also building a Berserker. So... So... I completely agree with you. I think there is no shredder to steal, the one I was talking about early, but everything is looking okay and better for Moon, just because of the experience difference and because of the losses, that Moon is going to be able to get level 3. Moon... На эту базу может при... Прийти через персоналку, например, да? Там есть у него виспи, есть у него персональные телепорты, он может, хотя у него телепорта нет обычного, рискует немножечко. Да-да-да, пошла персоналка не туда, на мейн пошла персоналка. Он увидел, что противник бежит и хочет его встретить. И встречает нормально. Вынужден отменить Moon well, он так или иначе отменяется, просто чтобы ресурсы не терять. И полетели виспы. Тоже обратите внимание, как у Moon не шесть виспов, да, и там шесть, семь, восемь вертятся рядом, все на мейне рядом с елкой. У него три виспа находятся черт знает где, на разведке контролируют проходы по карте. И остальные виспы тоже так немножко распределены, что когда ты прибегаешь к нему на базу, ты даже если там его нет, если нет персоналки, и начинаешь бегать за его виспами, Тебе нужно их для начала еще найти. Прекрасный контроль карты у Moon. Виспов по центру карты становится все больше и больше на самых разных проходах. Все, Арчи спокойно сейчас поставит базу. Димка должен с сапогами тоже отбиваться от футменов. Пандорийский пивовар второй побежал крепиться. Архмаг рядышком на криппинге, сейчас нам покажут. Ну туда и Димка тоже бежит, и там нычка хорошо танкует. То есть что здесь вообще Архмагу делать? Мун пытается там что-то Архмага подбрить, подблочить кем-то. Виспы у него опять же рядом с базой стоят, что тоже хороший показатель. Все, панда крепится, панда получает. То есть тут настолько хорошая ситуация для Муна. Все по его плану идет. Леон в своих попытках его подразвлечь не добился ничего. Положительного, а негативный, это смерть у футменов и дополнительный опыт для Димон Хантера. Можно виспом было подблочить, видимо он занят. В другом месте там панда бегает. Все. Ну а дальше, не уверен, у Муна есть вариант первый, это сейчас тыкнуть Т3. Т3, это немножко аркадный вариант. Да, Т3. Все-таки чувствует, что он настолько впереди, что он успеет еще до Медведя дожить. Вторая опция для Муны, и он ее периодически практикует, особенно когда ситуация более опасная. Это просто штамповать масс-дриад до лимита 60-70 и встречать именно дриадами этот пуш противника ожидаемый. Здесь будет реальный панда 3+. И, ой, тут Галем может убить Архмага. Надо сейчас переставать атаковать. Да, перестал атаковать. Ждать. Ждать. Да, дождался булыжника. Футмены могут здесь умереть. Минус один. Ретаргет, чтобы не потерять второго, теряет второго до другого. Футмены не особо нужны, особенно против качественной панды, но... Минус 3 футмена. Ну, они мешают себе, то есть они тебе, наоборот, помогают сейчас сохранять темп криппинга, а если ты их теряешь на нейтралах, следующую точку ты крипишь дольше. Короче, забейте, это 3-0 будет. С такой игрой он ничего против стандартного Муна сделать не может. Винные пары, чтобы меньше урона впитать и закрепить магазин. Он еще лучше крипится, понимаете, у него предметы будут, хоть и рандомные, но больше проверок на эти рандомные предметы. Что там? О, Робов Мэджай, 90 маны. Продал часть предметов, часть на ману панди оставил. Сейчас второй магазин можно взять, побежать направо, например. Оттуда можно на мастерскую срулить. Или даже на красную точку попробовать, если первый реджу появится к тому моменту. Все очень хорошо. Опа, тут Маутен Кинка, вот это фактор. Можно ворваться за счет первых молотков, добивает своего тролля. Он не так уже нужен, как раньше. Третья панда против первой манки. И Леон уже начинает строить вышки у себя. Такое впечатление. А это вообще тупиковая ветка развития. А, и танки пошли. Оооо, понятно. Не, ну, танками Муну ты не удивишь. Там сразу Nature Blessing идет. Мун уже как будто знает, что там танки будут. Просто если ты делаешь вышки, никакого пуша не будет. Мы что-то деньги потратил на них в такой стадии. Все. Ооо, вы пошли. Еще Ancient Wind, если добавить сейчас мунчанский. Порадует старика Бобра. Да, 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 да. Угу. Типа один гиппогриф и два талона. Все. Персоналку вторую можно, кстати, купить еще в панде. Как вы думаете? Да, вторая персоналка. Блин, как же мы читаем! Просто! Только Ancient Wind не построил еще. Но как построить Ancient Wind, у меня все. Больше никаких пожеланий к стратегии Муны не останется. Но я не уверен, что он практикует его. Еще Ооо пошли. Great. На этого. Голимчик, кстати, тоже хорошо. Мат Голом, о котором Горизер Мун говорит, тоже классная штука. Я имею в виду, что Шредер, Мат Голом и Талоны, и Ancient 4, это, по-моему, 4 вещи, которые вы хотите против Танков. И, по-моему, есть 2. Персоналочка, Димка, вырывается. И смотрите, какой темп криппинга. Там панда четвертая сейчас будет. А у Маутен Кинга 1-1. Просто пылесосит Мун всю карту. Ну, а танки полетели, сейчас в идеале гиппогриф должен быть. Да, это действительно много носталги, которые я получил здесь. Ах, Конин. Это же стандарт. А Торчей избавляется Мун, они не нужны против Танков. А там 70 лимита. Пошла персоналка. А Дима причем. А, нет, Телепорт. Ancient of Wind пошел, но поздно, согласен. Согласен. Да, да, да. На самом деле, разницы между добавлением АОВа и Ancient of Wind почти никакой нет. За исключением того, что в АОВах ты ничего не можешь толково строить против Танков, а в Ancient of Wind... Короче, ошибка Муна в том, что он делал АОВы, а не 2 Ancient of Wind вместо АОВов. Да, кто-то скажет, что АОВы чуть мощнее, у них действительно там на 100 единиц ХП побольше. Но это 10 процентов. 10 процентов здоровья. Может, там еще урон варьируется. А по стоимости одно и то же, на самом деле. Там 150, 145, плюс-минус одно и то же. Так, дирижабль летает. А вот этого нельзя давать. По поводу третьей базы, это отдельная песня. И поэтому там как раз справа, по крайней мере, делает разведку Moon, но он не делает слева разведку. Настолько стандартная вещь, прямо с 2006-го, с 2005-го года, когда Хуманы, особенно на Тейме, повально так стали играть. И мы подстраивались, перестраивались под это дело. Третью базу ни в коем случае нельзя давать ставить противнику на халяву. То есть она выглядит логичной, потому что ты как раз как Хуман развлекаешь эльфа, он занят, там танки, там прибежала армия, и типа не до этого, не до этого надо отбиваться. На самом деле надо постоянно смотреть, чтобы вот этой вот базы не было. Потому что если вышки достроятся, то будет очень сложно. И игра затянется еще минут на 10-15, пока у него... У него вот когда вот мейн заканчивается, вот тогда Хуманы начинают грустить. То есть ты ставишь запоздалый экспант, качаешь панду, он там танками развлекает. Но рано или поздно у него база заканчивается и все. И как бы дальше ему выйти, потому что он в лоб с тобой сражаться не может. Все, Мун сделает 3-0, короче. Сначала 2-0, но настолько уверен, что... Можно свой экспант поставить, кстати. Но против танков это не всегда хорошо, потому что там разведка хорошая, убивается он просто. Но это же Мун, он может сделать все что угодно. Ставчик. Сверть мою паладину. Минус дирижабль. И пошли базы от Муна, где-то еще он строится. Дерево. Ага, здесь. Ну, видите, тут же сразу танчик. Ага. Эльфы устраивает даже такая ситуация, типа играем 2 в 2, без дополнительных нычек, все, все нормально. Видите, и отчаянные попытки Леона поставить базу. Все прям чисто, как по учебнику. Минус дирижабль. Да. Смотри на этот мини-мэк. Красиво. Ну все, тут у Леона уже тупик, я не знаю. Я уже смотрю на его лицо больше, а не на игру, потому что все его попытки, его стратегия понятна, но ему не удастся уже нынче к 3-4-5. Хороший левелап и 4-3-3 умудрился все-таки Леон получить ключевые уровни для МК и паладином. Мун на вебке пишет Волплейт, вообще сконцентрирован безонационально. Он немножко даже ухмыляется. И чем дальше идет игра, тем отчетливее видна эта улыбка его. У Леона же в дирижабле был почему не воткнуть базу на острове. У тебя армии очень мало. Когда вот первые дирижабли, первые танки появляются. Ну в общем можно, можно было на острове воткнуть. И по-хорошему должен... А, Мун и проверял, смотрите, он просвечивал через мастерскую, он просвечивал остров. И я не вижу... Я не вижу Леона как-то канцелирования в Ирланд-экспо по Муну. Но, да. Он может просто... Попробуй обеспечивать его на острове. Он так близко к левел 5. У него один танк, который был преследователь. Панда врывается. Панда куда-то вообще забежал, не туда. Просто панда минус. Ничего не сделала. Видимо тоже не уйдет. Баш не успеет. Он уйдет тоже. Вау! Леон! Какое хорошее место здесь. Я могу реально чувствовать два... 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 Что там по 3-0? Ну, скорее всего будет 3-0. Просто Мун в очередной раз сыграл в Муна. Настоящего. То есть, бежал пандой в кучу врагов. Не прокинул ничего. Ни винной пары, ни дыхания. Ни заранее, ни после. Потом не прожал телепорт, когда должен был прожать. я удивлен просто забежал отдался вот если коротко что произошло он все равно дико впереди дико впереди moon у меня там строится две дополнительные базы у него лимита столько же хотя сейчас сражаться это опасно о моноберна а там потому этот там там спеллсилд есть красиво пытается с дриадок про пролезть moon но там паладин 3 берн на 74 ряды падают от мортир от коней присты тоже немножко умирают 73 77 леона чуть больше мун недоконтраливает ряд я не верю вообще что что происходит но с мортирами справляется одна вторая просто красные эти дриады не доконтроливает moon моноберн биты эти кони 5 панда только сейчас 5 панда была она телепортируется все настолько красное капец что 71 68 миллиона дофига денег на руках он третью базу все-таки поставят что сейчас уму на проблему с тем чтобы отбиться на мэйне тяжелён него полезет правильно он видит эту базу гиппогрифом пытается отковыряться за счет риджуа он ставит базу справа ему вообще нужно видимо через персоналку лететь и отменять третью конечно конечно как ее отменять противник то сейчас на него идет там красные медведи какие-то надо виспов диспелить срочно как-то в мортиры въезжать красный медведь с полной маной оказывается moon ты чё лимиты снова равны но он сейчас может выпить кривой бёрн амша странная стенка на стенку димка не участвует нормально в сражении дриады диспель это лема пытаются пробраться к мортиркам дыхание неплохое дима очень биты конечно свиток отлично от ли он и 4 4 палыч там уже дима щас умрет став еле-еле 65 61 размен равный но это в минус муну медведи забыл панда побежал отбиваться от танка 3 аова огромную лепту внесли но и час карают диму возвращаются ловит ловит ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй телепортируйся сразу персонал колё да как зачем во-первых он полез почему он не прожал персоналку что происходит вообще но это мун этому на так трындец конечно диск пол нужно делать элементарий убирать ману убирать омки ты сейчас и панду потеряешь алёша медведь окей ряды элементали бьют руками дима недоступен на по панде панды с персоналкой персоналку не телепорт персоналка пошла еле-еле уходит сейчас могут какие-нибудь разводы только муна спасти но сейчас уже минус 20 лимита у муна и он в лоб никак не выигрывает гэлплей да мы об этом пол игры говорили в начале о очень битой кони две мортира подходит ой панда 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 телепорт прожимать надо будет сейчас панди желательно бы дыхнуть перед уходом не успеет гэ гэ господи ну там ну а дача панды а дача димы просто забегание отдача, потом странный… Круто. Он затащил Ариц, говорит, и Мадга, и Мадга, привет. Но интриги больше, видите. Пин, говорит, без. Конечно. Говорят про то, что разница по апгрейдам была 3-3 на 2-1. Ну, талонов не хватило. Гиппогрифы не хватило пораньше, талонов не хватило. Еще раз, Ancient of Intant, Ancient of War не отличаются. Мун влепил 5 аовов, не влепил ни одного Ancient of Wind. То есть вам талончик нужен для того, чтобы Fairy Fire вешать, для того, чтобы танк быстрее убивался, для того, чтобы… Он же еще висит 90 секунд. Даже если танк отступит, вы будете какое-то время видеть, куда он поехал. Ну, и гиппогриф помог бы просто дирижабль отбить. Гиппогриф стоит 160, дирижабль стоит 260. Гиппогриф ультимативно контрит дирижабль, попутно давая разведку. Он сделал гиппоса, но уже было достаточно поздно. То есть он потратил там телепорт, время. Противник крепился в это время параллельно. Короче… Хевелайн говорит, это не тот самый Razer Moon. Тот самый… Тот самый, наш пацан… Бизон и поддержал ваш канал на 300 рублей и сообщает… Доброго вечерочка, дорогой Михаил. Дорогой. Миллион лет не был на стримах. Это зря. Работа? Все в записи смотрю. Понимаю. Но вот приболел и удостоился чести заглянуть на онлайнщик… Спасибо тебе. И хочу сказать тебе спасибо. Тебе спасибо. За стримы, которые столько раз поднимали настроение. Да и вообще за все, что делаешь. ГГ топ. Да, товарищи, которые на ГГ и работают, и посещают. Всем, всем большая благодарность. Бизон, заходи почаще. Спасибо тебе еще раз. Самиел говорит, какой процент твоего дохода составляет именно твои стримы, подписки, донаты? Смотри. Процент дохода моего. Ну, во-первых, я не это самое. Пару лет уже с ГГ средства не вывожу, потому что мы эти деньги пускаем на затратную часть какую-то, на разработчиков, на какие-то активности и так далее. Вот. В принципе, ну, не знаю. У нас есть официальная зарплата. ГГ поддержал ваш канал на 500 рублей и сообщает. Я не могу сказать точно сколько. Миша, привет. Рад видеть. Чатику привет. Всем хорошего настроения и здоровья, парни. Фреви активировал. И в конце вопросительный знак. Спасибо из Иркутска, дядя. Дядя. Фреви краба не поставил. Я буду первым. Смотри. Блин, может не буду. У нее там краб скорее всего на… Вот тебе такого краба я поставлю. Понял? За Ради Сторшин поддержал ваш канал. Спасибо за Ради Сторшин. Всем хорошего настроения, друзья. Сегодня… ГГ Топ. ГГ – отличный сайт. Да. Мы его долго пилим. Сегодня, правда, я проснулся, зашел в чат, увидел там от товарища полотно разнопланового… разноплановых комментариев. Ну, тот, кто там пару дней назад скидывал ссылочку на свой канал на ГГ. И кто-то из первых зрителей увидели эти… увидели эти сообщения. Серии Миша. Сделай что-нибудь, у меня зрителей нет. Ну, и в более жесткой форме. Так, ладно, переходим к следующей карте. У нас Козел – это стандарт для Autumn Leaves. А Леон собирается с базу ставить… Тоже более-менее стандарт по центру. Вау. Не, не, а Леон, не собирается… Он не стал ставить нычку. Он прибежал, отменил Мун… Нет, Мун не ставит… Да, отменил Муновскую. То есть будем просто играть один в один, да? Добивают рабочего одного. Козлик мог попасться в окружение даже здесь. Поскакал дальше. Оба сделали типа вид, что могут поставить базу, и при этом... Ну ладно, Мун поставил, Леон сделал вид, что не поставил, но в результате у Муна тоже Леон отменил экспант. Но тут козлик мешает экономике. Заходит, да, он телепорт тратит для того, чтобы задержать тег и повредить экономику врага. Может проскочить слева, как вы думаете? Оп, резко, хоп, хоп, и тут сентами, сентами. Ха-ха-ха, нахалява просто. Мун, вообще... Семял поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Какой бы он ни был, увеличиваем твой доходы от стримов. Да, спасибо. Спасибо за деятельность. Спасибо за спасибо, спасибо за поддержку. Это, конечно, здорово, потому что, собственно, Good Game все эти годы развивается и продолжает развиваться благодаря только, собственно, вам. Что вы заходите, смотрите стримы, там иногда подписываетесь, периодически поддерживаете стримеров. И, собственно, это... А мы за счет комиссии с этих платежей оплачиваем хостинг, разработчиков и так далее. О последних изменениях в очередной раз спешу сообщить, что 15-го числа вечером будет МКЛ. Расскажу, отчитаюсь и... Расскажу, что мы будем делать на ближайшие, там, 3 месяца дальше. Элементали прикапывают. Жирный кусок экспы. Красиво добился. У ворча еще умудряются одного рабочего подбить. И второго убьет. Но это все равно ценно, обменять одну арчу на двух рабочих. Манга, я не знаю, как ты это все помнишь. Еще минус футмен. Посмотрите кип, на каком тайминге сейчас у Леона. Ему там секунд 15-20. У Муна уже готов Т2. И лорница строится. Платежный сайт развязывается на следующий день. Лучше на МКЛ такие вопросы оставить. Если тебя это интересует. Вся база достроилась. Редни переподписан 12 месяцев. Средний, здравствуй. Пента поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. А вы знали, что если добавить к адресу канала support, то откроется отдельное окно доната. Ссылка. Да, мы это сделали 100 лет назад, но это недокументированная фича, насколько я понимаю. Спасибо, Пента, Пепента. Нага, агрессивно сейчас будет подпушивать. А, там дефенды еще нет. Ооо. Так а может быть сейчас и запушат. И хватает пары виспов. Представляете, здесь бы два виспа рванули в два элементаря. Пять футменов с дефендом должны отбиться уже от... Да, да, да. Пента, Пепента. У футмены вроде как умирают. У эльфа ситуация пока что лучше. Вот арча только подставляется немножко. Как он спас эту арчу? Почему архмаг не прибежал, не добил? Он мокает. Ой, как же разводит. Ну класс. Смотрите, какой там козел слева. Он его в разные стороны просто разводит. И добил еще одного фута. Почти третий кипер уже. Там 2-2 архмаг, еще нага отъела. 1,6. И учесть в этическом быстровом же земляненький логотип с него измечено, а в они скуплаты вообще было бы интересно. Фирма легальная вообще не про азартные игры. Да, я думаю, что эффекта от этого будет немного, потому что... Ну хотя если онлайн рано работает, то может быть и... Ну короче, лучше списаться потом, опять же. Я не сторонник размещения рекламы. Ты можешь рассказать о себе в чатике коротко, и все. Ну, будет бесплатно, и хоть и разово, но эффективно. Информацию ты донесешь. Дальность трифла, Матун Кинг наконец-то выходит. Очень опаздывает он. Он может продолжить подпушивать, тем более, что у него... И хорошие лимиты впереди медведя. Не, разово не в том плане, что ты забанен за рекламу, а что ты постоянно не будешь висеть твои сообщения в чатике. Разово. Разово можно вообще в чате, в таком смысле, все что угодно делать. Верните логово Рокс. Рокс Кис. Так, хорош, Форкет. Что-то не боится, Мун не отступает от телепорта. А, потому что там, оказывается, не агрессивный телепорт. Козел ловит молоток, но два футмена умирают. Что, свиток или телепорт? Надо уже что-то телепортироваться, надо что делать. А, свиток. О, и все спас. А, хорош. Как рассчитал, хорошо. Да, он потратил свиток, но он спас и Кипера, который мог улететь. Ну, если Кипер просто поражал бы телепорт до того, как Матун Кинг кинул молоток, он не знал, в кого он кинет молоток. Там целей было три. Жирный тролль, Кипер и Арча. Он решил замахнуться на тролля. Тролля Мун спас через свиток и успел с телепорти... Короче, все, отыграл нормально. Мунчанский. А, приятно, как он налал поддержку. Мелокный спрос. Вот, Турик хорошо, кстати. Турик, наверное, это самое такое нормальное. Ну, в плане и... Там в понедельник будет турнир по Икскому. Я первый раз буду его смотреть и, скорее всего, комментировать. Там организатор пришел, проводит по Икскому турнир. Не знаю, что там будет. Но уже не первый Турик они проводят. Вот, но там уже отличный призовой. Там кто-то занес 30к дополнительно. И в разделе турнира на ГГ вы можете увидеть его. 58-59. Лимиты более-менее сопоставимые. Медведи доделались. Рабочие рядышком. Ну, разница по... Нет, разница по героям не особо. Свиток лечения есть. Шанс гипотетически у Леона для пропуша есть. Еще есть. Первые медведи выходят. Оп. Подставляется первый райфл. Фокус по медведям. А где диспо у Дриад? У нас Аболиш есть, нет? Аболиш мы не сделали, что ли? Дриады с полной маной, два элементали стоят. Алло. Там вышки сейчас доделаются. Мун. У-у-у-у. Ну, виспов выводить. Вышки нельзя, давай, достраивай. Там уже Ламбер Милл пошел. Да, пошел висп. Он, похоже, Аболиш не сделан. Диспель виспа! Есть диспель от одного, второго. Медведь встафается. Вышки достраиваются, но МК подставляется. Очень битый. Минус МК. Нага третья. Хорошо, здесь он форкет второй, взял, а не вторую эту. Риджов на медведя, новый медведь. Там бла-бла-бла, минус две арчи, правда. Надо отступать под вышки, но как здесь отбиваться? Телепорта-то нет. Архмаг может не выжить вообще от такого фокуса. Там Арбажа работает. Бах. Последняя тычка. Одной тычки не хватило буквально. И там приз начинает рукой махать. Даже два работают над ним. Не уйдет. Все, это ГГ. ГГ. 2-1. В пользу Муна. Неудивительно, конечно, что он отбился, учитывая, сколько он подрезал и экономики, и юнитов в процессе. Нет, оболишь наверху, вон висит, вон есть оболишь, там иконка. Но это говорит о том, что даже топовые игроки в тот момент, когда тебе нужно кликать там, не знаю, 400-450, кликают эти 400-450, но не всегда то, что нужно. У него было две дриады с полной маной, два элементаля второго уровня, с полными хп. Они наносят урон, они танкуют. Ребятки, кто проводит турнир по XCOM, это то же самое комьюнити Цивы 5, по которой заканчивается турнир, тоже с призовым под... А, ясно, хорошо. Я не знаком просто с этим. У нас отличный турнирный модуль. Мы, конечно, последние, там, не знаю, несколько месяцев точно особо туда... Там пара товарищей с сайта вызвались, и какие-то баги, какие-то изменения вроде как планировали вносить, но я давно не слышал о апдейтах. Может быть, в фоновом режиме что-то происходит, но я не в курсе. Но в целом, турнирный модуль на GG позволяет проводить турниры фактически по любой игре и фактически в любом формате. Вот, когда мы сделали уже третью большую итерацию турнира нового модуля, она позволяет проводить сложные, в том числе многоэтапные турниры и автоматизированные. То есть там сетки, группы, и такие-сякие, и каждый сам за себя, и турнир может состоять просто из нескольких этапов, и с каждого этапа человек выходит дальше. Известных личностей, которые присутствуют в том комьюнити, это Lost... А, Lost of Heaven, да, помню. Дотер в прошлом. О, Сеу Макс говорит, а я белый, когда первый раз зарегался, или когда первый раз чат написал? Когда зарегался. 24 часа пройдет, и белый налет с тебя спадет. Но теперь мы знаем, что ты беляк-новорек. Пинк наладился, пишет Билл. Вот третья карта была гораздо логичнее по развитию событий. То есть вот на ТМе впечатление такое, что у Муна старый и мегаэффективный план на первые 20 минут против танкиста есть, а потом он просто решил сыграть в Муна. То есть отдача одного героя, второго, ну, грубо ошибся. У него какая-то вещь чуть ли не на подкорке заложена. Он начал готовиться к танкам. Такое впечатление, что даже без разведки. Скорее всего, он сделал разведку, просто увидел, что там вышки доделываются, и все, один плюс один сложил. Понял, что это не тот пуш, это танки, Твистед Мэддос сидела. Вот. То есть там у него все четко. То есть первые 15-20 минут... Биот подарил один пенел. Без вопросов. О, спасибо за подарок, Биот. Белику как раз одарил. Пощеглели его так. Да я вас тут всех с пеленок знаю, говорит Сео Макс. Щегол. Щегол. Что бы ты ни говорил, в течение 24-х часов ты будешь щеглом. Даже если тебе там сорокет. Сказки про то, что ты всех знаешь, ты давно смотрел, там журналы, диски... Воды качал, там, все это... Никому ты не докажешь. Нет аккаунта, нет... Не верю. То есть даже если верю, но не имеет никакого значения. Бисмастер от Муна тоже... Его... Его древний герой. И на этой карте он берется для того, чтобы агрессивно сыграть против вражеского экспанда. Но Леон не собирается ставить базу. Он сделал разведку, увидел нейтрального героя. Опять же понял, что это бист, потому что он достаточно стандартный на ЛР. Нужна команда в чате, чтобы показывала пользоваться самым маленьким айдишникам. Полезная функция, обязательно надо реализовать. Вообще нет, конечно. По поводу новых фич, 15-го числа обсудим. То есть у нас есть план, мы, может, его скорректируем, исходя из вашего фидбэка. Но мы знаем, что делать приблизительно. О, Аркмак прибегает, начинает харасить. Телепорт. Неплохо. Второго элементаля поджалим. Он на третьем, скорее всего, медведя возьмет. Сложнее диспелить. Футменов тоже... Ну, лучше всего футмена в Сокол убивает. Ну, у Сокола всего лишь... Ну, у него КД там 70 секунд, и его диспелить очень просто. А вот и третий. Не, второй свиньи. Свиньи более ДПСные, я просто боялся, что если будет дефенд, то они не будут полезными. О, и просветка есть. Там не показывают основную за руку здесь. Но Торчи будут умирать. А может и не будут. Хорошо расконтроливает Мун. Свинка убивает первого фута. Арчу еле-еле Мун спасает, но это за последний... За последний Мун Джуз, так называемый. Не, не шутка про Соколика. Ну, есть Ястреб, третий. Александр Михайлович, что за прыжки без предупреждения есть? Еще минус Арча одна. Сняк, увы. Нет. Мунтан Кинг для Леона. Снимаем немного времени от этого билда. Может быть, это потому, что он забыл о Блэксмисс. Может быть, это довольно поздно. Это было очень поздно. И нет магазина тоже. Да, прекрасное отсутствие магазина, стандартное вот это вот. Возвращаемся после Хараса. Тролль офигеет тут лечить всех себя и всех остальных. И он много времени сейчас потеряет просто Леон. Пока он теряет, Мун забирает нейтралов на магазине. Это самая ценная вот на таком этапе точка, потому что быстро собирается. Ценные артефакты. Все достаточно близко друг к дружке находятся. Большая мана. Рунные браслеты. Сейчас ролль умрет. Ну, раннего магазина у Муна тоже нет. Не практикует его. Здесь не надо было сражаться. Второй элементарий, Молотон Кинг. Свиней убил. Ой, такая отдача от Муна. Он так под... МК вышел из дома, и 1.5 у него уже уровень. При том, что он делил опыт с Архмагом. Все, сейчас он второй магазин, скорее всего, заберет из-за того, что... Там ОКН надо было показать. Там МК должен пытаться его забирать. Не забирает. Хорошо. Мун на халяву подбирает второй артефакт. Это ненужный скролл в забист. Но 200 голды. Это 200 голды. Пошла застройка уже с базы Бергута-полченца. 48-38. Он тролля зря потерял, конечно, Мун. Он может не дожить просто до медведей. И заходит в окружение Бестом. Ты что, серьезно? А магазина нет для стафа. Мун, что ты делаешь вообще? Ёпресса ты. Забейте, это 2-2. Серьезно, Майдэкшли пушистру? Серьезно, Рейзер Мун? Леон немец и Золен сыграет. Топ-12 сейчас по рейтингу. Тренировался. Минус Магаз. Но самая большая проблема, это магазин, который достраивается у тебя под конец Та-3. Ты, магазин, если бы сделан на Т-2, взял бы стаф, спас бы того тролля. Если бы... И спас бы Беста. Следом. Короче, это... Кто-то недавно 3-0 говорил. В том-то и дело, что у Муна вот такие вот. То очень хорошо, то очень плохо. Опять замучен. Так, я бы думал, чтобы быть топ-50 по варику, а так там не больше, чем... О, Энди Лайтхаус, Ника, let's go blowing, Миш, попробуй GTA 4. Нет! Сюда все посмотрел. Энди, спасибо тебе большое за челлендж. Ну просто у меня на ближайшие там две недели стримы расписаны. Давай смотри, я делаю отказ, и мы с тобой отдельно поговорим. А тебе денежка сразу должна вернуться. Прямо сразу. Спасибо тебе за байт. Да, мы только сегодня обсуждали GTA 4, что я пропустил. GTA 4 отвратительно, говорит, не надо, хуже только пятая часть. Эй! Ну, камон. Камон. Деревенщина, говорит, тоже закинул бы на GTA 4. Просто я хочу, если время останется, я хочу поиграть в все-таки God of War, пока у меня консолька здесь Сильдаровская лежит еще дней восемь. Хорошо. Леон играл уже 100 игроков. Как мы можем сделать сценарий здесь? Конечно. Я должен сказать, что я думаю, что это более человеческое картофель, чем Нейлф, потому что экспансионная proximity и экспансионная скрипка очень легко скрипка. Они дают тебе левел 2. И если бы Мун идти на какие-то нечеркные герои, как Бестмастер, и идти на место, что, скажем, лучший игрок Симонс или Саймонс, он идет, который буквально берет все, как Арчер, Нейлф, и придет в эту экспансию, чтобы делать какие-то инициальные харесы, я думаю, это может быть очень тяжело для Нейлфа игроков здесь. Не, Пен, ты недобилен. В этом как раз и проблема. Что и Варик, и Диабло, и Вечером с Околом поиграть. Сегодня еще фуфашку по Варкрафту, то посмотрим финал. А 11-го, вроде как, еще и турнир по Икскому, финал покомментировать хотя бы. То есть много интересных вещей. Не надо правильно приоритеты расставлять. И только Варик не вызывает вопросов. То есть хороший турнир по Варику, это прям... Уже хочется за Леона поболеть, потому что Мун с такой... Во-первых, эльфов много. Эльф есть Фоги живой, в полуфинале ждет. И... Кто там, Colorful, да, ведь? Colorful уже элегантно выиграл 3-2. Да, 3-2. Дизонор, помню, круто смотрел стрим, говорит, Никса зашла... То же самое, Никс. Спасибо большое за челленджи, отличная функция на ГГ. Но, блин, и Рио ржет. То же самое, но на ближайшие просто, не знаю, пару недель точно есть что постримить. Поэтому он удавается. Но мне, безусловно, приятно, что вы хотите разные вещи. Ну, в смысле... Не ругайся, Никс. Зачем нужна функция, если ты отклоняешь постоянно? Во-первых, не постоянно. Во-вторых, не ругайся. И, в-третьих, ваша возможность предложить, у стримера есть возможность отказаться. Или принять. То есть тут у всех есть выбор. Нихрена себе заговорил, Никс. Я тебя запомнил, синевик. Все. Какой там у него айдишник? Что у него там? Нифига себе! Все точно запомнил. Возвращаемся к игре. Диабло каждый день сама себе не поиграет. Да, да, да. Да. Еще в героев сетевых хочется поиграть. О, интересный криппинг, кстати, от Леона. Он забирает сразу точку более жесткую. Обычно здесь Хуманы не ставят базу, а криппят на 12 часах. Да. Что после варрика на вечер, не PUBG? Там неопределенное время фуфашный финал займет. Нейтрон... Братец, Братец, спасибо. Амнейтрон, Ареникус и два буржуя будут в финале играть после вот следующей серии. То есть Colorful будет играть с победителем этого матча, а потом финал по фуфа. Ареникус заскакивал вчера в чатик, сообщал, соответственно, что есть фуфа финалы. Выяснилось, что он в этих финалах играет. Ну, состав участников очень хороший. Вола подарил один премиум. Ну, спасибо, Волочь. Никсу, типа, чтобы не сидел в девках, ну, в смысле, в синевиках. Так, и пошел ответ на экспант более поздний. Я спас его. Спасибо, Волочь. Но, кажется, он по убеждениям. Видишь, он даже цвет свой не поменял в чате, потому что принудительно в чате на ГГ поставил себе вот такое сочетание. Так, Дима, второй. Не, фуфа будет по стандартным правилам. Вышку вынужден отменить. Арча выживает, футмен теряется. Возможно, отсюда даже телепортом надо уходить, чтобы Арчу спасти. Кракерос поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Что-то вы сегодня какие-то активные. ГГ, спасибо. Крикерос, Крикерос. Крикерос, Крикерос. О-о-о. Да, добивает. Причем не отменил ли он эту вышку? На тоненького. Разменял прекрасно телепорт Мун на рабочего, двух футменов. Вышку одну отмененную, другую убитую. А вот убитая вышка, это, да, это уже 100 золота. Там что-то в этом роде, 70 деревон. Идет ответная атака от Леона, там, с одним Аркмагом. Но это скорее Харас просто такой. Ему надо... Хотя он увидел уже базу, все он знает. Он понимает тайминг. И понимает, что здесь он ничего сделать не может. О, револьвер даже. Револьвер, привет. Кто эксперт игры, где Мун слил? Было что-то необычное? Был типичный Мун. Ничего необычного. Из серии... Забегу-ка я двумя героями в 70 лимита врага, не буду я делать там ничего внутри. Или... Построй-ка я магазин. Хотя нет, там были более жесткие ошибки. А что было в... А, его пропушили просто с рифлами. Ну да, там он просто магаз не поставил. Не спас ни юнитов, ни героя своего. Ну, Леон молодец. Он револьвер сейчас топ-12 в рейтинге. Леон. Тот самый Леон. Которого ты даже мог застать в свое время. Не самый топовый немец. Ну, мы знаем, какой немец самый топовый. Вот. Это Икс Лор. Нет, это Сокол, конечно же. Тот самый Леон, помню, боже, говорит. Какой же ты старый, да, револьвер? Я думал, не факт. Не-не-не, вон, смотри на это. Ну, там где-то тоже 35. Какая-то приставка еще говорили у него перед Леоном была. Сейчас подскажут. О, опять вышек миллион. А зачем так много? Что он в танке будет играть на этой карте? Такое впечатление, что Леон будет в танке играть опять. Зачем он не может Райфлмэнов делать с таким... У него по три вышки на каждый... Сейчас Касл пойдет, видимо. Ладно, посмотрим, что там наш... Наш Шегол Рейзер Мун. Он просто играет последнее какое-то время. И, может, знает что-то получше. Но пока выглядит, как будто он собирается, как на ТМе, играть в танки. Что очень странно, учитывая размер карты. Хотя здесь эти... Есть, во-первых, и дирижабли тоже, есть мосты. Заход с трех разных сторон, да, сразу Касл. Все, да. Ладно, хорошо. Поехали дальше. Дирижабль. И Мун все равно пригодится. Пошли воркшопы. Ну, старый бобер опять. Борозды не испортят, как говорится. Варкрафт не испортит старый бобер. Неприятный такой дирижабли. Хочется панду крепиться, а тебя отвлекают постоянно. Дирижабль. Два работа с ним прибавляют. Два работа с ним прибавляют. Это будет хорошо играть. Давайте посмотрим, если Мун оверреактит. Не оверреактит. Но он просто летает слишком много Аншин до 4, before Аншин до Винта. Он крестит. Он летает. Где Аншин до Винта? Я не знаю, где гиппогриф? Где вот этот... Он столько времени потерял на этом. На этом Харасе еще сколько-то потеряет, когда в дирижабль полезут танки какие-нибудь. Ча-5 нужно возвращаться. Возможно, даже телепортироваться придется сейчас. О, единичкин. Подарил 10 премиумов. Е-е, спасибо. Ой, хорошо, здесь подспас. Веспов. А диспелил элементали в какой-то веке. Отлично. Добил второго элементали. И футмены... Здесь жирно, конечно, отдался Леон. Экспы очень много. Здравствуй, здравствуй, дениничкин. И ставит следующую базу Леон. На халяву, абсолютно. То есть, ну тут нет у него оснований. Огромное количество денег на руках. Пытается, видимо, на нежданчика. Но Мун вроде делает разведку, не факт, что успеет. То есть, первые танки скоро пойдут. Мун ставит базу третью здесь. И, наконец-то, делает Ancient to Wind. Ну, слава тебе, господи. Ну, поздновато. На еще Блессинг для дополнительного армора и скорости перемещения. Покарает строящуюся базу. Ну, пионы сразу понимают, что, как бы... Давай еще элементарь, элементарь, элементарь. Спасти бы... Ага, минус фут, минус рабочий. Мелочок куда доел. Еще одного рабочего подрезало. Красиво ворвался Мун, ничего не скажешь. Даже в воркшопах хочется бить. Вышки не достреливают никак. Ээээ, куда Димка-то ворвался? Дыхание отлично. Ой, МК, 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 не туда вышел. Дирижабль успеет его взять, не успеет. Успел на последних хитах. Еле-еле. Там вообще у него здоровья нет. Танки должны сейчас ехать к Муну на базу. Ой, можно продыхнуть. Ай, это байт, это байт, это байт. На магическую вышку. Панда видела битого МКУ. Он понял, что надо попробовать его сдуть. Побежала, но МКУ доконтролил Леон. В общем, брейкеры не там стоят. Леон перестраивает воркшопы. Здесь минус вышка. Ту-ту-ту-ту-ту. Гиппогриф. Против дропа наконец-то у Муна строится. Ну, конь. Отравлен. Димку стафанул домой. Animal Training, Мастери. Все нормально. Леон что-то типа касса был 15 лет назад. Что-то типа касса. А это хорошо или плохо? Ну, два танка довольно быстро отдаются здесь. Из-за того, что их заажали. Танки теперь уже по 4 лимита, и за них больше опыта дают. Их два раза дебафили, так скажем. Нерфили, как говорят. Вот, попытка снова поставить базу третью. Он должен пресекать. Дима переучился на Evasion и второй Monoburn. Эмаляция танки не бьет. Против коней эмаляция не очень сильно работает. Против брейкеров совсем не работает. А вот танковать надо. И диспейлим виспов. Не обращаем внимания на карту. И много новых вышек строится. Пошла скаутская вышка, скаутские вышки грейдятся. Вот здесь надо... Что-то с этим делать надо. В чем там кэноновская одна? Может успеть. Танк развлекает на шести часах. Дриады врываются в грейдящиеся вышки. Не успеют, наверное. О, сразу кэноновскую. Не, не кэноновскую, другую. Хорошо разделился в Evasion. Он и здесь может типа сражаться кое-как. И дриадками убивает строящиеся вышки. Но там уже отстреливаются вышки. Опасный момент. Опасный момент. Нам не показывают, как там дриады. Они... Если скэноновская вышка достроилась, они там не смогут пробить. Еле-еле живой Архимаг. Паладин тоже еле живой. Телепорт делает ли он? Окей. Паладин! Да, один удар! Ай, там два удара нужно было. Да, справился и с вышками, и с Архимагом. В армии Мун все-таки похоже на... И на шести часах тоже отбился. На этот раз все значительно лучше у Муна, чем на ТМе. Инстово, здравствуй. Панда Четвертая. Панда Четвертая. О, талон! Наконец-то, талон, и я вижу в продакшене у Муна. Слава тебе, Господи. Парад давать герою, говорит? Да, да, да. Плюс одна база, лучше героя по уровню. Надо играть не забывать дело с Муна. Он вроде делает там... Правильно светит. Карта маленькая, здесь уже сложно прокрепиться будет. Блаймку отводить... Палыч нужен третий. Могут быть проблемы у Муна из-за того, что у него все еще мертвым грузом арчи с дриадами бегают, ему нужно что-то более ценное. В идеале, конечно, как Крайзер Мун говорил что-то про Химер, потому что кони, кони-мортиры не выдерживают напруги от Химер. Мне кажется, сейчас будет три Химер Рута каких-нибудь у Муна. Ну, видите, он копит ресурсы, с одной стороны. Ему нет смысла сейчас... Да, Химер сейчас будет от Муна. Должны быть. Так, мост, третью базу строят. Будут ли долгожданные 2 на 2? Пока нет. Пока нет, пока не планируем. Самое время Химер Рута делать. Вот сейчас, видя, что здесь, возможно, будет битва, которую не затащить, у тебя есть деньги как раз. Не, Мун собирается... Некто, представившийся как Эллоу, поддержал ваш канал... Ой, Эллоу хороший, Моноберн на 150. И сообщает... Спасибо, Лолу. Мишка, привет. Ей, привет. Гейм топчика определенный. Топчика, топчика определенный. Спасибо большое. Спасибо. Что смотришь, что заходишь, что поддерживаешь. Маунтон Кинг тут вырывается, очень битый, ловит Моноберн. Он сделал за свою жизнь, с учетом, там, пропитывая маны, панды делает телепорт. Ну, вот, размен в пользу, в пользу Муна. Да, он не может эти вышки пробить. Не может, не может. И достраивает дриад, Мун, почему-то. Я не знаю, у него есть деньги, у него было время, он мог спокойно выходить в Химер реально. Их просто нечем контрить, понимаете? Когда панда там 4,5, 5, вот в чем ты будешь Химер контрить? Хавков, что ли, делать? Химерницы, наконец-то. Одна, вторая, еще, еще, еще. Четыре, три, четыре минимум. Три минимум, четыре лучше. Химерницы. Поехали. Потому что вот пробить каноновскую вышку с Масонери, там, вторым апгрейдом, а, у него три грейда на Масонери. Почти нереально такой армии. Тебе нужен сич урон какой-то. Да-да-да, вот на эти вышки ты не можешь полезть. Не может он здесь сюда лезть. Там еще делается апгрейд на этих, на мастеров талонов. И я, если честно, не знаю. Он, похоже, что это следующий шаг против Хавков. То есть ты делаешь... Он не может делать вертолеты из закачанной панды, но может единственный юнит, который контрит Химер, но кроме каких-нибудь там рифлов, которых мы не рассматриваем, потому что есть медведи и качаная панда. Это Хавки. А против Хавков новые талоны великолепны. То есть он сейчас сделает мастер-трейнинг, потом сделает фэри... Ну, апгрейд на фэри-фаер в форме друида-ворона и построит еще там один дополнительный Эншн-то-винт и подстроит немножечко талонцев. Поднимет их в воздух на случай, если противник будет, соответственно... Я сейчас по продакшену пытаюсь понять. Он готовится. Готовится к потенциальным Хавкам врага. То есть там даже Хавка в планах, может быть, у Леона нет. Он думает, что... Он, во-первых, не знает о Химерах, он продолжает строить этих рыцарей, да, и грейды для них. Вот. Пошел телепорт. Прямо влево-влево-влево. На паладину сейчас пойдет. На паладину. Оп. Бам-бам-бам-бам-бам. Дрядок надо убирать, потому что идут шрапнелечки, мортирки, винные пары на престов. Дряды пытаются ворваться в мортиры там. Ой, ничего не сделать. Они такие красные. На куски разваливаются. Стенка хорошая. Да, телепорт. Можно МКУ убить. МКУ... А, там Став, извините. Все. Он не спалил еще Химер. А, он делает флаг... Он спалил Химер. Там делаются флагкэноны. Ну, опять же, какие флагкэноны? А, и... Вот, и эта логика идет. Смотрите, петухар не делает. То есть он думает, блин, там Химеры, нужно эти... Нужно вертолетов Грейд делать на сплэш. Потом, блин, какие вертолеты? Там же Панда почти пятая. Надо Хавков делать. А Мун уже на стадии, когда у него сделаны мастера Друиды-Вороны. И он готов талонным штамповать. Ой, молодец. Револьвер, ты видишь вообще? Правда, он гипосы делает. Лучше талоны делать. Молодец. Молодец. Не факт, что успеет сделать этих дроздов. Да, добавляет второй иншин-тофин. А я говорил, а я говорил. Ой, приятно. Ну, Мунчанский, да, молодец. То есть он сделал... Ну, короче, он загодя сделал конструкта к тому юниту, который должен... В будущем был его противник отстроить, сделав разведку еще. Да какие Грифоны? Нет, конечно. Все, хавки. Вот, хавки и какое-то количество вертолетов. А тут золота нет. Нет смысла на эту шахту ломиться вообще. Вертолеты забейте. Он не может их мастить из-за панды, а с небольшим количеством эгипосы справиться. Красиво. Я бы еще Дриад нафиг убрал вообще. Во, талон Ворон, смотрите, летает. Вау. Второй прилетел. Шикарно. Вот это уже попробуй законтри. Тут уже нужно скорее думать, о, я даже не знаю, что-то. Танки со сплэшем по воздуху. Даже не знаю. Все, сейчас химеры против коней. Коней разваливаться будет очень быстро. Медведи стенку держат. Рэйк еще к этому всему. Хороший антиэйр. Только размены думает сейчас Леон играть. Надо только сразу трепортироваться отсюда. Иннерфаер неплохо. Иннерфаер может помочь. Диспол идет, хороший. Рэка нет у Муна. И панда такая, смотрите, бах, дыхание. Все красное сразу, вертолеты улетают. Разваливается вся земля у Леона от химер. Разваливается весь воздух от гиппогрифа. Панда пятая. ГГВП. Вау. Чертова эльфийская имба. Ничего не сделать. С таким лимитом просто. Муна было больше где-то на 20 лимита из-за того, что у него третья база работала чуть ли не с десятой минуты. Но даже если вы за Хумана играете с таким миксом, против эльфа с таким миксом, эльфу почти контролить не надо ничего.